Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу показать одну очень интересную технику, которая зашла и вызвала интерес. Это создание правого и левого портрета. Там есть психологические основы всего этого, но я говорю именно с точки зрения симметрии. Когда мы с вами рисуем портрет, очень часто нас учат рисовать портрет симметрично, особенно это касается фэшной иллюстрации, и наш глаз тогда воспринимает его более гармонично. Когда же мы с вами берем реального человека, то мы понимаем прекрасно, что это все не симметрично. Давайте покажу, как с этим можно сделать. Это я. Поскольку это мое селфи, то левая моя половинка, она и есть реальная левая, правая моя половинка и есть реальная правая. Соответственно, если у вас будет просто сделана фотография, то у вас они будут в зеркальном отображении. У меня вот это как я есть, так и есть. Нам нужно выровнять. Соответственно, это фотошоп. Нажимаю я на Ctrl-T. Сейчас Ctrl-T не хочет. Ctrl-T. Вот, Ctrl-T. Появляется у нас рамочка. И я, видите, подкручиваю. Мне нужно, чтобы у меня лицо встало... У него была центральная ось, которая будет располагаться вертикально. Вот, я поправила. Сейчас немножечко подрежу краешки. Ну, зачем они мне такие? Соответственно, пусть он будет вот такой. Много там фона и много одежды мне здесь не нужно. Моя основная цель – это лицо. Рамка. Так. И немножечко сейчас подкорректирую, потому что хочется чуть-чуть цветокоррекцию все-таки дать. Я автоматическими сделала функциями. Да, и сейчас чуть-чуть поправлю тоже настройки. Это на ваше усмотрение. Можно ничего не править. У нас смысл это не повлияет, но я люблю все-таки поколдовать немножко. Вот, поправила настройки. Что мы теперь делаем? Теперь я беру инструмент «Прямоугольная область» и отрезаю половинку. При этом она должна пройти по центру. То есть я уже выровняла, да, и вот она у меня получилась. Выделила. Правой кнопочкой мыши «Скопировать на новый слой». Теперь этот слой закрываю. Точнее, открываю. Выделяю вот этот прозрачный треугольничек, чтобы у меня точно было. Видите, просто выделила то, что другое. Выбираю слой. И опять «Скопировать на новый слой». Вот она я получилась. Вот такая тоненькая полосочка. То, что меня разрезает. Теперь мы будем с вами создавать мой левый и правый портрет. Делаем. Выбираем слой. Правой кнопкой мыши «Создать дубликат слоя». Окей. Теперь опять нажимаем «Контрол Т». Правой кнопочкой мыши «Отразить по горизонталям». Вуаля. Энтер. Можно чуть-чуть сдвинуть. Вот такая я получилась из левой половинки. И сейчас то же самое. Сейчас мы объединим слои, чтобы оно было. И то же самое меняя из правой половинки. Беру свою правую половинку. Создать дубликат слоя. Окей. «Контрол Т». И «Отразить по горизонтали». Опять сдвигаю. Получается вот такой инопланетянин. Энтер. Чуть-чуть сейчас еще, видите, сдвинула, чтобы все-таки оно сошлось. Да, здесь получилось два пробора. Но получились такие штучки. Сейчас мы это все объединим слои. И чтобы все это можно было посмотреть, размер холста, сейчас я увеличу. Давайте сантиметры. Так, ширина у меня 65, соответственно. Мне нужно где-то 190. Ну, чтобы их все мы могли с вами посмотреть в одном формате. Включаю все. И вот смотрите. Первый вариант. Это я оригинальная. Так, нет, это я левая. Это я правая. Это я левая. А это я оригинальная. Вместились мы? Да, вот, хорошо. Вот такие интересные штучки получаются. Но это здесь уже не совсем из разряда компьютерных программ. Есть такая теория о том, что ваша левая половинка, моя вот эта, отражает вашу реальность, то, как вы себя представляете во внешнем мире и как вы себя ощущаете. А ваше право составляет вашу ментальность, ваш ум, как вы себя при этом смотрите. Ну, в общем, вот я не с этой планеты, видимо, в мозгах. Ну, это одна из теорий, вы можете об этом почитать в интернете. Почему я это показывала и рассказывала, для меня было важно и интересно это проработать и показать, что при рисунке лица не всегда нужна симметрия. То есть, когда мы рисуем флешную иллюстрацию, когда мы это делаем в векторе, я часто сама люблю рисовать половинку и отзеркаливать. Но если вы будете смотреть людей, очень многих людей, то у всех вот такая вот асимметрия. И нет, мне не надо говорить о том, что здесь с одной стороны немножко тень, а с другой не тень. Я это тоже вижу, да? Но вы поймите, форма подбородка меняется, расстояние между глазами, форма глаз. Я тоже на все это посмотрела. Даже элементарно ширина лица другая. Это не потому, что у меня на одну половинку падает цвет, а на другую не падает. Просто потому, что это такая природная особенность. У вас она, скорее всего, тоже есть. В этом нет ничего страшного. Мы асимметричны сами по своей природе. Вот такой интересный момент. Пожалуйста, если вам это заинтересовало, вы можете его сделать. Делается все в фотошопе очень просто. Можно сделать и в других редакторах и даже на приложении на телефоне. Но поскольку я рассказываю по графический редактор, сама я делала это в фотошопе, вот вам показала быстро и просто это сделать. Дальнейшая обработка фото, это уже ваше дело, да, как это будет. Но можно вот так посмотреть. И из себя любимого, или из своих друзей, знакомых, или вообще фотографий из интернета можно сотворить вот такие классные штуки. Поэтому при рисунке, не забывайте про это, мы асимметричны, чтобы передать характерные черты человека, вам нужно эту асимметрию и особенные черты поймать. Тогда вы сможете его изобразить правильно. На этом все. Если появились вопросы, обязательно их задавайте. До скорых встреч. Пока-пока.